Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Башкортостан вошел в федеральный пилотный проект по совершенствованию системы записи на прием к врачу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Но наряду с республикой в проекте принимает участие еще 18 регионов. Им предложили три модели работы. Это централизованную и децентрализованную. Ну а кто-то выступит наблюдателем. По требованию централизованной модели подошли Башкортостан, Курганская, Владимирская, Тюменская и Орловской области. Она позволит повысить доступность первичного звена за счет оптимизации процесса записи на прием к врачу. Ну а также рационального использования кадровых ресурсов. В данном проекте предусматривается в первую очередь правильное распределение функционала между врачами, медсестрами и фельдшерами. И при этом передача полномочий от врача медсестре или от медсестры немедицинскому персоналу. А также в наших амбулаторно-поликлинических учреждениях привлечение к работе немедицинского персонала. Тем самым мы разгружаем врачей. Ну и приоритетными задачами пилотного проекта на этапе его внедрения стали один многоканальный телефон, это 122, а также единый лист ожидания. То есть внесение данных пациентов для дальнейшей записи в том случае, когда на момент обращения нет свободных мест в расписании необходимого врача. Ну и кроме того, ежедневно мониторится единое типовое расписание. Ментор Башкортостана до 1 апреля разработает программу по предоставлению субсидий организациям, оказывающие услуги школьного питания. Будут выделять деньги из бюджета на возмещение затрат при покупке техники, ну и оборудования. Для их получения необходимо также сделать вложение в оснащение пищеблока. Ну вот кроме того, глава регионального Кабмина Андрей Назаров поручил администрациям городов и районов до 1 марта передать таким предприятиям необходимые для приготовления обедов оборудование. Ну вот пользоваться им предприятия смогут безвозмездно. В период всего оказания услуг обычно договор заключают на три года. Но и по данным мониторинга, качество питания в школах в последнее время улучшилось. Число случаев использования некачественных продуктов снизилось с 83 до 17 процентов. Ну а количество нарушений технологии приготовления блюд с 64 до 36 процентов. В прошлом году испытательный центр региона исследовал 4000 образцов и готовых блюд. И в Туймазинском районе построят водопровод за 290 миллионов рублей. Он обеспечит потребности жителей села Райманово, где проживает тысяча человек. Об этом сообщили в правительстве республики. Ну вот выделенные средства позволят построить насосную станцию и водопроводы протяженностью в 57 километров. Транш поступил из федерального центра в рамках проекта «Чистая вода». Это нацпроект «Жилье и городская среда». Ну вот по нему, кстати, власти планируют обеспечить 90 процентов жителей страны доступом к качественной питьевой воде. По проекту за пять лет до 2024 года в Башкортостане реконструируют и построят 29 объектов водоснабжения на 4 миллиарда 250 миллионов. Но вот большую часть средств выделят из федерального бюджета. И только 2 процента из регионального. Напомню, что ранее в республике стартовали работы по строительству водозабора и насосной станции в Бирске. Стоимость этого проекта оценивается в 800 миллионов рублей. И новогодние мероприятия продолжаются. Более 250 детей и их родители со всей республики посетили сегодня традиционную аксаковскую елку в Башкирском театре оперы и балета. На праздник пригласили детей от 6 до 12 лет с особенностями здоровья и чьи отцы принимают участие в спецоперации. Гостей приветствовали сказочные персонажи, художники разрисовывали лица аквагримом, ну а в фойе театра были организованы различные игровые фотозоны. Зрелищное представление развернулось в греческом зале. Ребятишек не только, они, кстати, увидели не только фокусы, но и сами приняли участие в волшебном действии. Ну и, конечно, с Новым годом их поздравил Дед Мороз и Снегурочка. Я здесь первый раз, мне тут нравится, что тут много, тут очень красиво, много всяких разных подарков. Ну, знаете, человек это пробегал и это попугай человек пролитал. Ролика трогали мы. Да. Вообще было классно, нам сейчас аквагрим делали. Здесь очень красиво у вас. Это самый лучший мой день на свете. Ну и первая Оксаковская елка состоялась в Уфе в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса несколько лет мероприятий не проводили. Но вот в этом году удалось возобновить традицию, которую с нетерпением ждут многие семьи. Как отметили в Минтруда, список приглашенных на праздник каждый раз обновляется, чтобы охватить как можно большее число детей. Все, что позволяет ребенку выйти из дома, нарядиться, быть с другими детьми, это может остаться на всю жизнь. У ребенка, во-первых, как яркое событие, а во-вторых, изменить его отношение к будущему своему. То есть, возможно, после какой-то встречи мамы с другой мамой, они решат получить какое-то образование, потом профессию. И в итоге человек состоится. Понимаете? То есть, очень важны вот эти выходы. Ну и после представления дети и их родители направились в зрительный зал. Гостям показали самый новогодний волшебный спектакль – балет «Щелкунчик». К этому часу это вся информация. Оставайтесь с РБК.